Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Я покажу вам обзор первой прогулки по допотопной Москве с Галиной Конышевой, которая прошла 30 марта. Более полную версию экскурсии на 1 час 50 минут можно посмотреть на канале Елены Андросовой. Она вела съемку, хотя сама наша прогулка вылилась в целых 4 часа. Так вот, в эту съемку попало много интересных моментов, которые я сама не снимала. Однако у меня есть несколько других ракурсов по объектам. Начало маршрута метро Кузнецкий мост. Место – район Москвы, где проходили мои молодые годы. Так совпало, что места работы и учебы в разное время оказались в одном месте, а именно в центре Москвы. Здравствуйте, дорогие друзья! Вот у нас собралась инициативная группа заинтересованных людей. Наши первые экскурсии по допотопной Москве с Галиной Конышевой. Помашите, друзья! Сейчас я покажу много всяких интересных мест, действительно допотопных, которые обычные экскурсоводы никогда не показывают, не говорят, потому что они просто не предполагают об этом. А мы сейчас начнем с места Кузнецкий мост. Это Майя Альма Матор. Здесь у нас Цедри – Центральный дом работников искусств. Здесь у нас бархи, где я училась, и все, я знаю, и лазила там по этим подвалам. Поэтому сейчас мы все покажем и расскажем. Надеюсь, народ будет снимать, кто-то что-то сделает. Все, пока! Сразу за вестибюлем метро хорошо видно, что был наплыв грунта, и он выравнивался под задачи зданий. Тут же глубокие подвалы, кафе, которые в советские времена были закрыты. В ответствии окон. Вот просто раскрываем глаза и вот это все будет. Видите, здесь тоже его почистили, этот самый подвал. Здесь вот его укрепляют. Вся макушечка закрытая. Видите? Посмотрите вниз. В Цедри с улицы дом старый и с засыпанными этажами. Хотя работники сегодняшние уверяют, что никаких этажей подземных нет в Цедри, они просто не в курсе. Потому что Центральный дом работников искусств со стороны пушечный. Если в левом крыле глубочайшие подземные этажи, которых сейчас кафе, то и в другом крыле здания по логике должны быть подземные этажи. И они там есть. Я живой свидетель. Там есть лифт, и я однажды от волнения перед концертом перепутала кнопки и приехала на минус первый этаж. Там были такие же высокие потолки и коридор, который вел вглубь здания. Но я опаздывала, хотя уже тогда, в 1995-1996 году, мне было очень любопытно находиться. Вот посмотреть хотелось бы, но надо было бежать на концерт. Сегодня вход со стороны метро во дворе, здание в новом футляре, как бы одета, которое сделали при Лужкове. Вот фото большого зала, в котором я много выступала в конце 90-х. А то, что в Цедри существует такой зал, называется каминный, полуподвал, даже не догадывалась. Однако удивляться нечему. Вся Москва стоит не на семи холмах, а на таких вот сводчатых, арочных, красно-кирпичных сводах под землей. Каминный зал Цедри. Видно, что проем заложен кирпичом, сделанный уже кустарно, чем сама кладка. Более старая кладка выглядит лучше, чем более поздняя кладка, которая заложена в проем. Но, однако, идем вперед. Выходим на Пушечную. Поворачиваем на Рождественскую улицу. Подходим к пересечению Кузнецкий мост. Кстати, попутно мы смотрим символику на домах. Лепнину. Очень много лепнина, которая показывает катастрофу в две волны. Маскарон очень много. И фашин. Очень много. Символика захватчиков. Итак, по-рождественски подходим к пересечению с Кузнецким мостом. Идем дальше. По-рождественски хорошо виден уклон, который идет к неглинке. То есть здесь высокая точка. Однако все здания засыпаны на 8-10 метров, что говорит о том, что глина, а это именно слои глины, шли сверху и густой массой, которая почти равномерным слоем заваливала город, не съехав даже по такому крутому склону по переулкам к неглинке. Вот почему я не согласна с версией полевых бурь и упавшей луны. Здесь какой-то другой механизм засыпа завала потопа глины с небес. Проходим Мархи. Это первый мой институт. Там на минус первом этаже есть столовая. Так он и здесь, он и есть. Это тоже все закопанное здание. Мы сейчас зайдем во двор. Не помогло ничего, никакие обещания. Говорят, ну диплом есть. Далее церковь. И спускаемся по Звонарскому переулку вниз к реке Неглинка, которая находится в трубе, кирпичной, с огромным яйцеобразным сводом. Там внутри течет. По пути мы рассматриваем наплывы грунта, задержки его стенами зданий. Один старенький дом чудом сохранился на Звонарском переулке. Многие здания наводил под копию зданий конца 19 века. Но со стороны сандунов, к которым мы подходим, все строения старые, с разными датировками, но на старых фундаментных стенах. Многие уже стали различать, что на белокаменных стенах стоят красно-кирпичные, более поздние стены. Изначально был белый камень, причем литье блоками. Мы это тоже определили буквально визуально. В отличие от бутовой кладки из карьера, якобы Мечковского. На всю Москву не хватило бы карьеров. Доказательства того, что в 17-18 веке могли лить камень по типу нашего бетона, только гораздо крепче и долговечнее, мы убеждались на всем пути нашей прогулки и следования. Мы заглядывали в каждый переулок-проулок. Многие сейчас закрываются от москвичей. Везде охранники, которые натасканы, никого не пускают. Так что ходить по центру Москвы становится все проблемней. Видишь ли, у них частная территория. Конечно, это незаконно запрещать ходить по переулкам и дворам Москвы жителям. Хулиганов нет. Охраняют исторические центры именно от нас, от жителей. Сегодня очень многое сносят и закрашивают. Закрывают фальш-панелями. Это быстро и дешево, чем восстанавливать первоначальный облик. Но время оккупационное, торгашечье, что поделаешь. Надо торопиться снимать уникальные места, пока их не оккультурили. Как это произошло со стеной белого города. Теперь, как она выглядит после откопа, можно увидеть только в моем фильме стена белого города. Потому что от нее уже, она сегодня, как объект культурного наследия, она не показана. Залакирована и выглядит совсем иначе, чем она выглядела по-настоящему после откопа. Так что я успела зафиксировать настоящую стену белого города. Вы можете на моем канале это видео посмотреть. Далее проходим мимо красивейшего дома Ферсановой, где сейчас центральный банк. Они знают, где располагаться. В лучших особняках города тоже полно лепнины. Он говорит, что здесь была однорвань, проститутки. И вообще здесь... Вот для кого тогда? Как это могло быть? Как это может быть вообще? Значит, это были чужие здания. Это были сито, здания, был миг. Потом пришла вот эта вот... Непонятно кто заполонил маску. Проходим нижнюю точку река Неглинка. Успеваем заглядывать во все доступные закоулки. Так что всего не расскажешь. Пересекаем Рахмановский переулок и поднимаемся к улице Петровка мимо интереснейшего здания с правой стороны закопанными окнами с маскаронами в виде мертвой головы. Ну, как по легенде считается дочери хозяина дома. То есть заказчика дома. И там везде символы потопа. То есть голова, она как будто бы погибла в воде, утонула. То есть и легенда такая, что она утонула. В этом доме располагалась в конце 19-го, начале 20-го века московская сберкасса. Дом номер 3 называется. Напротив был вот этот домик. Известный как дом Белинского. А сегодня здесь высокие капитальные здания стоят. Рахмановский назывался раньше глухой или грязный. Что странно, такие особняки стоят на мощных стенах старых зданий. Как, например, здание биржи затем НЯТ, затем Петрокоммерц, затем Банк Открытий. Вот это серое здание. Интереснейшее. Там я работала и знаю, что внутри есть полуподвал с высокими потолками, около 6 метров. Еще такой же пролет лестницы вниз, роскошной большой лестницы с местом под лифтовую шахту. Еще на один этаж. То есть минус два этажа там получается. Как минимум. Это то, что я лично видела. Проходим мы дворами, параллельно Петровке. И в одном из дворов мы задерживаемся. Мне очень хочется показать один из уникальнейших, один из уникальнейших домов Москвы, который гибнет, и никто его не реставрирует, потому что Лужков в свое время отдал его ООО РПЦ, а ООО РПЦ не любит вкладываться, тем более в доме остались жить несколько семей в коммуналках. Категорически отказались выезжать из этого дома. Я рассказываю о доме, а потом все это подтверждает нам жительница этого дома, что живет в нем с 1960 года. И вот этот уровень на всем протяжении он весь засыпан. Его скорая не реставрирует, ничего с ним не делает. то есть здание было чем-то опалено, разрушено, и вот уже из остатков этих зданий собирали вот такие здания. И таких в Москве несколько. Сейчас их закрыли, заштукатурили, но вот из этих обгорело. Вот спрашивается, что так горело? Когда это горело? Вот что это такое, что вот такая сажа осталась? И такое вот ощущение. И кирпич, он весь некачественный. Скажем, вот какой был, из чего был, из того и стали восстанавливать. Мы выходим на Крапивинский переулок, напротив у нас Петровский монастырь, мы поворачиваем, по Крапивинскому вниз, к Петровскому бульвару, и перед нашими глазами появляется храм Сергия Радонежского. Я уже рассказывала об этом храме и Крапивинском переулке. Интереснейший дом. Несколько кадров сейчас я вам покажу. С жительницей пообщались. Литые тоже надгробные плиты посмотрели. Дом хранит много тайн. Это очевидно. Я знаю, что в этом доме, по рассказам некоторых жителей, здесь были или бывают привидения. Периодически, когда там прокладывают трубы или еще что-то меняют, там натыкаются на кости. По всей видимости, было немало костей, потому что сложили такую легенду, что дом стоит на старом кладбище. Хотя я вот в фильме по официальным, даже вот сопоставляя официальные дозировки, выяснила, и фотографии найденного в 1860-х годах, я выяснила, что никакого кладбища там не было. Дом стоит в пределах белого города. И сам приход Сергея Радонежского около 40 лет был без прихода, потому что не было жителей, и его даже пытались разобрать на камне, но там какой-то митрополит его отстоял, это здание. То есть здесь было захолустье, запустение. Вот спрашивается в центре Москвы, откуда это захолустье, запустение в течение 40 лет, так что не было жителей, не было прихода. Обваливайте. У вас несколько семей осталось, да? Да. Мы любуемся. А у вас хоть вода горячая? У вас вода горячая есть? Или нет? С простыней так тоже. Ну, вот то, что я вам сказала. Дом нужен в церкви, да? А вы здесь давно живете? Давно? Я живу 60 лет. А у вас фотографии есть этого дома? Нет. А много вас осталось людей? Много? Много здесь осталось. Семь. Коммуналки. Вот я вам сказала. Несколько секунд. Вот если мы сделаем тоже несколько репортажей, каждый на своем канале, то, может быть, мы привлечем внимание к этому дому, чтобы его как-то общественность, чтобы он не пропал. То есть сейчас кто-то еще... Дом. Исплерить что-то. Даже все. Ну, какой крыш. Да, ну а как напросишься? Неудобно. И у них есть даже дождя. На рюмку чая. А у вас вода горячая есть дома? Вода горячая есть? Вода. Вода горячая. У нас есть колонка. А, колонка. Ну, вот. А то мы вообще, может, мы с ничего не спим, не в баню ходим. А, у вас колонка. Понятно. Ну, хорошо, хоть колонка. Ага. А то мы уже вообще думали, что вы там... Ну, уникальный дом я вам показала. Как видите, подземелье. Роскошный дом. Да? Ваш дом это лаковый кусок. Он подходит к такому дому. Да, вот, 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 вот. Значит, во-первых, так, так, так. А дочь говорит, папа, ты не на работе. Это, получается, пристройка вот эта. Это, знаете, это уже офисная. Они их уже под себя взяли, они их содержат. Да. Вообще, он вот этой подковой как бы и был построен изначально. Очень красивая. Юдинский терпучий. Обалдеть. Вот это уже тоже он какой-то старый кирпич. Не знаю. Перейти на пальцах. Ну, ел. Зачем я не привожусь? Вот разрушается, посмотрите, ползет. Вот тоже трещины, да, он там окна эти были. А что здесь раньше было, не знаете? Раньше что здесь было в этих домах? Раньше что было в этих домах до коммуналки? Ну, далее идем вверх по Петровскому, заглядываем во все дворы. Нам встречается разноугольный дом, а затем мы выходим во двор Петровского мужского монастыря перекусить, отдохнуть в трапезной. И там столько еще всего нам открывается. И остатки какой-то стены, вентиляция над местом, где растут деревья, значит, там есть пустоты помещения, раз есть вытяжка, и могильные плиты под фундаментом, и остаток моста, который упирается в более позднюю постройку. Во дворе монастыря очень много разных стилей архитектуры, которые восстанавливались не по проекту, а как придется, как после любой глобальной войны, не до жиру. Вот, да, вот, да, грамот, то есть как-то там храби. Какие-то... Ну, это, знаете, это сюда надо отдельно приходить, мы просто не успеем. Ну, хорошо, пошли, пошли, если вы знаете. Намакал этот кирпич, разрушался, да? Что, идиоты, что ли, люди? Да, стройки. Во дворе Петровского монастыря сделали фото на память. Отдохнули и продолжили путь, а он лежит дальше вверх по Страстному бульвару, в сторону Большой Дмитровки. Ныряем в переулок, и тут опять недавно откопанные стены и окна, и двери. Не движусь в Москве, нынче дорогая, каждый метр аренды, золотой ручеек владельцу. Дворами, дворами выходим на Большую Дмитровку и движемся к дому за номером 9, который я показывала в своих фильмах. Египетская сила. С египетской символикой, который сегодня плотно задрапирован со всех сторон так, что никто не догадается, что это за дом такой. Однако, упс, упустили. Один момент. Теперь понаблюдаем. Если это последний египетский символ над закрытым подъездом закроют, значит, однозначно скрывают именно символику. В доме есть огромные подземелья, в которых сегодня магазины. Один из магазинов мы посетили. Магазин Меха. Обещали сделать рекламу. Бутик, видимо, все красиво, но нас интересовали не роскошные шубки, а количество ступенек, чтобы прикинуть глубину помещения. Веду группу во двор. Знаю по опыту, закрывают фасады, а на дворы денег либо жаль, либо не хватает, либо разворовывают. Что хорошо, нет худа без добра, потому что можно застать наличие свидетельства глобальной войны, катастрофы и последующего выхода для вновь заселенного города пришлым людям. Во дворе египетского дома есть как бы рассеченный дом или дома, которые восстановили из подходящего кирпича по ширине одной комнаты. Дом по ширине одной комнаты. вот эти вот... Какая-то одинаковая. Да. Вот что такое, да. То есть там вот посмотришь, залезь бы наверх, да, посмотришь, там, не знаю, можно ли это пройти. Как-то восстановить, чтобы можно было жить. Такие дома в дворах Москвы еще встречаются. Торопитесь снимать. Все на видео, на фото, каждый год уходит такая старина и свидетели войны 19 века, а дворы закрывают от жителей. Вся Большая Дмитровка наполнена трагедией 19 века. Под нами исторические пустоты, красно-кирпичные своды и останки жителей этой улицы. Вместе с их историей жизни все засыпано, завалено тяжелой глиной. Одна из участниц нашей прогулки Елена, коренная москвичка, рассказала, что однажды приехала сюда со своим 13-летним внуком. И он, как ребенок с обостренным незамыленными чувствами, сказал, как здесь живут люди. Отсюда исходит такой ужас и боль. Да, на Большой Дмитровке было множество провалов. Дома уходили в землю, обнажая красно-кирпичные кладки, стен, уходящих в глубину под землю. А сегодня улица красиво убрана, блестящей мишурой, гирляндами, которые закрывают красивейшую лепнину зданий. Все чисто, гладко, но мишура ни к чему. Еще театр оперета со спектаклем Анна Каренина, который навел меня на такие открытия, что я сделала серию фильмов. И по случайному совпадению переклички информации Рядом на Камергерском 1866-м жил автор Анны Карениной Лев Николаевич Толстой, который писал свой заказной роман «Война и мир». Мы сейчас пойдем к самому этому барельефу. Да, у нас какая-то шоколка. Там такие ухои, там такие шоколки. Итак, возвращаемся на Камергерский переулок. Я веду группу к знаменитому театру МХАТ с мистическим барельефом скульптора Анны Голубкиной называется официально «Волна или пловец». Хотя все вот наши участники подтвердили, что водой и пловцом здесь не пахнет. От барельефа исходит ужас погибающих и погибших людей в тяжелой массе, похожей на густую грязь или глину. Фрагменты голов, ног, рук, судорожно цепляющихся в воду. Вон рука вот так есть нога, лицо. вон там выше маленькое лицо. Рука, нога, вон там колено какое-то на руку наползает. И даже не волна, а грязь скорее всего. Это не вода. Согласны, что это не вода? Водная такая. Это же чайка наверху злая такая. Да, вот этот буревестник, который они потом символы взяли, чайки. Подробно об этом месте, об этом рельефе и о скульпторе Анне Голубкиной. У меня есть фильм «Спрячь на видном месте». Итак, прогулка подошла к концу, но не могу не показать место у метро Чеховской. Мы идем по Тверской и заглядываем во двор Сталинки 1940-х годов. Там красивейший каменный терем, который, как говорят, передвинули вглубь. Может быть, потому что там есть повреждения стены дома. Очень было бы жаль, если бы этот дом может быть Binny. Продолжение следует. Продолжение следует. Ну и завершение знаменитого ресторана «Подземелье» с возможной родной лестницей. Этот фрагмент я показывала тоже в своих фильмах. Завершили мы посиделками в другом кафе, также под землей метров 10. Пообщались в свое удовольствие. Какие замечательные люди пришли ко мне навстречу. Благодарю вас всех за то, что вы выдержали эти не полтора часа, а все четыре часа. Надеюсь, что не пожалели. А мы все убедились в том, что Москва что вверху, что внизу, что в низинах, что на верхних точках засыпано приблизительно одинаково. От 10 метров, от 6 метров и где-то, возможно, 15-20. Говорят, и до 30 метров засыпы доходят. Потому что иногда откапывают даже целые домики небольшие. Это, опять-таки, пишут мне свидетели. Просто все невозможно вместить в один фильм. Приходится так вот по крупицам говорить эту информацию. Информация, подтверждение того, что здесь была катастрофа, и город засыпан, очень много. Глупо это все скрывать, лучше разбираться и не противодействовать этому, а разобраться и понять, что же произошло. Либо есть те, кому выгодно, чтобы это все было сокрыто от людей. Тогда слишком много придется объяснять. Проще закрыть, задреперевать, как вот этот дом номер 9 по Большой Дмитровке. Итак, с вами была Галина Конышева. Полную видеоэкскурсию смонтировала, ее очень хорошо смонтировала Елена Андросова. Она какая-то такая динамичная запись получилась. Я вам рекомендую посмотреть. Именно вот глазами, вот глазами человека, который идет в группе. Ссылка будет дана в описании. Видео Елены Андросовой. С вами была Галина Конышева. Всех вам благ. Ну, ждите следующее видео. Последующие прогулки. Группа на шестое число уже набрана. Остается 13, 20 и 27. Записаться можно. Ссылка в описании. Присылать мне на почту заявку. Прогулка по допотопной Москве.